Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости валютного рынка от компании Инстафорекс. С вами я, Екатерина Недачина. Аналитики ожидали оптимистичных данных с американского рынка труда, но не настолько сильных. В соответствии с прогнозами, число новых вакансий в частном секторе за ноябрь должно было увеличиться на 172 тысячи, что немного меньше, чем в октябре. Однако реальный показатель продемонстрировал более резкий прирост на 215 тысяч вакансий против 184 тысяч месяцем ранее. Участники рынка восприняли данную информацию как оптимистичный намек на позитивные публикации уровня безработицы в пятницу, а также в качестве дополнительного сигнала для ФРС о начале сокращения программы количественного смягчения. В результате таких настроений доллар США по отношению к евро поднялся на 70 пунктов к отметке в 1 доллар 35,30 центов США, но вскоре вернул котировку на прежний уровень после отчета Института менеджеров по поставкам относительно индекса деловой активности в непроизводственной сфере. В соответствии с предоставленными данными, показатель в ноябре опустился с 55,4 до 53,9 пунктов, хотя аналитики не предсказывали каких-либо изменений октябрьского значения.